я снова рада вас приветствовать дорогие друзья с вами как всегда криптоледи сегодня у нас на обзоре проект с очень инновационной идеей которая уверенно вас удивит но обо всем по порядку итак поехали задумывались ли вы хоть раз о том какое количество еды человечество потребляет день за днем а сколько это миллионов и миллиардов тонн в год оказывается эта сумма просто невероятно огромна более того из всего этого количества ежедневного пользования около 33 процентов становится пищевыми отходами и это при том что у нас до сих пор имеются страны где люди умирают от голода таким образом из всего этого следует вывод что во многих странах идет слишком большое производство продуктов питания которые в свою очередь расходуют слишком много ресурсов уверена ни для кого не секрет что для того чтобы вырастить один килограмм животного мяса нужен корм зерно и комбикорм который при этом также необходимо еще посеять взрастить собрать и транспортировать до конечного потребителя на самом же деле это не маленький круговорот действий который направлен на выращивание какой-то свинины телялины или же любой другой птицы при этом выращивая самые обычные культуры растительного происхождения фермеры также затрачит слишком много ресурсов а именно воды электроэнергии и прочих вспомогательных ресурсов и это при том что такое расточительство происходит в тех странах где для сельскохозяйственных культур хотя бы имеются какие-то благоприятные условия но что делать тем странам у которых нет пахотных земель должного уровня пресной воды да и солнце слишком печет именно с такой проблемой сталкиваются многие африканские и восточные страны где кроме песка ничего то и нет и и говорю я сейчас конечно же объединенных арабских эмиратах где большую часть продуктов питания составляет экспорт из других стран однако несмотря на то что объединенные арабские эмираты страна богата с одним из самых высоких показателей ввп на душу населения постоянно увеличивающийся спрос на продукты питания за счет роста населения самой страны не оставляет в покое многие умы тем более что уже в этом 2020 году в дубае пройдет экспо 2020 а это значит что количество туристов стране возрастет еще в несколько раз как следствие всех нужно будет чем-то накормить в итоге некоторые специалисты пришли к заключению а почему бы в объединенных арабских эмиратах не построить теплицы причем не простые а самые лучшие по усовершенствованным новаторским технологиям так и зародился проект под названием севьеру что же касается самого проекта то севьеру это гидропонная система культивирования растений а именно метод благодаря которому растения в рамках теплицы могут выращиваться круглый год демонстрируя при этом самые высокие показатели качества роста и экономичности что особенно крайне важно в наши дни ведь главная особенность семьера состоит в том что для культивирования ростков будет использоваться специальный раствор в котором будет не только необходимые растения уровень ph но и все микро или элементы для полноценного развития плода я уверена что у многих из вас возник весьма интересный вопрос но какое отношение севьер имеет технологии блокчейн отвечая севьеры действительно имеет децентрализованную структуру которая призвана качественным образом преобразовать весь агро продовольственный сектор где давно нужны более передовые качественные и прозрачные инструменты коммуникации а именно фиксация контроля качества с момента созревания плода до момента когда он попадет к вам на стол следить за этой цепочкой позволит самый обычный qr-код при сканировании которого покупатель всего в несколько секунд сможет получить всю необходимую информацию о продукте а именно где и когда и какой компании он был выращен сколько часов или дней он находился в транспортировке не были ли нарушены условия его хранения и так далее такого уровня контроль способен искоренить все мошеннические схемы а также фиксацию товара в тех или иных пунктах приема задним числом доводя до потребителя все самые точные и прозрачные данные о каждом приобретаемом продукте питания при этом на производстве тех же самых плодов потребуется в десятки раз меньше энергии ресурсов и работы фермеров более того все данные будут доступны как для потребителя так или производителя ведь каждый уважающий себя фермер ведет статистику урожая выявляя необходимые ему показатели адаптируя их под свой вид деятельности но так как севьера это децентрализованная структура то для осуществления всех своих прозрачных операций ей необходим внутренний токен который имеет название aqua важно отметить что имя данному токену было выбрано неспроста так как именно она олицетворяет все принципы и цель самого проекта но если же затрагивать технические особенности маркера aqua то данный токен выступает утилит маркером который разработан на базе протокол эфириум и имеет свой собственный смарт-контракт при этом всего будет выпущено 100 миллионов монет ходе продажи которых разработчики проекта намерены собрать хардкап в размере 22 миллионов долларов при этом важно отметить что публичная продажа стартовала в январе 2020 года и у вас есть шанс приобрести токены aqua за эфириум есть дети или же биткоин так как за плечами данного проекта стоят объединенные арабские эмираты то я с особым трепетом отношусь ко всему что намерен воплотить в реальность данный проект ведь именно объединенные арабские эмираты является одним из самых наглядных примеров того как нужно строить города будущего а также развивать в нем всю сопутствующую инфраструктуру отдавая особое предпочтение самым передовым технологиям поэтому не приходите мимо и обратите свое внимание на данный проект более серьезно а для того чтобы расставить все точки над и я рекомендую вам перейти в описании к видео и изучить все официальные ресурсы проекта надеюсь данный обзор был для вас не только интересен но и полезен поэтому буду рада вашей обратной связи выражены лайками и комментариями а на этом у меня пожалуй все спасибо за внимание до новых встреч ваша крипто леди